Ну что ж, привет, девушки-красавицы! Сегодня будет расклад на такую тему, как поживает моя соперница. Посмотрим, как поживает ваша соперница. Давайте посмотрим, кто она, что она, как ее покажут, что она из себя представляет на данный момент. Значит, соперница эта говорит «я», «я жена», «я жена». Ну или, по крайней мере, она себя… Смотрите, то ли она действительно официальная жена, либо она себя считает женой. А что? Да, я его постоянная женщина, я его жена. Мы… Нас соединили небеса, нас благословили небеса. Я мать его ребенка. Возможно, у кого-то действительно у этой женщины есть эти мужчины-ребенок, дети. Но вообще, женщина, конечно, умница-красавица и хозяйка. Но очень она любит чувства у нее прямо через край. Она прям видит его победителя в своей жизни. Вот он такой сексуальный, энергичный. Говорит, я хочу, чтобы он приехал вот этим вот победителем. Взял меня, как говорится, пришел, увидел, победил. Либо это она о себе рассказывает, что она вот такая вот по жизни очень активная, целеустремленная. Много у нее каких-то задач. Так, вышла еще одна женщина. Так, и что это женщина? Ну, тут что-то любовные треугольники, да. Говорит, что этот человек нам как создал любовные треугольники. Либо это соперница вот опять же вышла. И опять она себя позиционирует, как... Опять же говорит, я постоянная женщина. Потому что эта карта тоже постоянная женщина, жена. Либо это соперница говорит, что я постоянная женщина. Я стараюсь над этими отношениями. Я над ними работаю, чтобы вот удержать. Да, это мое. Да, говорит, я хочу, чтобы у нас было счастье в доме. Я хочу, чтобы у нас были отношения. Ну, сохранились эти отношения. Так, и что? Да, вот семейная карта, карта брак, официальный брак. Но как-то очень ей тяжело, знаете, вот это все сохранять. Как будто бы, вот она, знаете, старается над этими отношениями, над этой, чтобы сохранить эту семью. Но тяжело ей уже, как бы, знаете, держится из последних сил. Вот она на себя взвалила этот крест, что я должна сохранить семью. Вот она включает свою эту мудрую женщину и сохраняет семью. Я понимающее, я любящее. Но ей очень тяжело, очень ей тяжело. А говорит, а человек, этот мужчина, он, конечно, эгоист. Эгоист. И то ли он, знаете, то ли он намерен уйти от нее, то ли он, собственно, это уже сделал. Да, вот опять же, карта эгоиста. Человек, вполне, знаете, человек доволен своей жизнью. Что вы меня грузите? Будет так, как мне нравится, как меня устраивает, как я хочу. Человек самодовольный. Привык больше получать, чем давать. Ну вот он настроен сохранить пара. Вот вышла пара, партнерские отношения. И как будто бы он кому-то ездит. Ну, такие отношения, когда приехал-уехал чисто со своим жезлом, знаете. А с кем мы... Ну, то есть, это либо он хочет это сделать, либо прям это уже происходит, что он на данный момент с кем-то у него есть отношения. Кому-то он ездит. То ли как человек, этот мужчина на расстоянии. Возможно, знаете, у кого-то работает в другом месте, в другом городе, в другой стране. Кому-то он ездит. А кому ты ездишь, дорогой? Ну-ка, расскажи нам. Да, со своими чувствами. А кому ты ездишь? Кто это? А, вот все, понятно. Это он, получается, он хочет поехать, помириться с девушкой, да, помириться с кем-то хочет. Говорит, она мой шанс в жизни. Я ее вижу вот таким вот шансом, дар. Грустит он сейчас очень о ней. То есть, это карта потери. Карта потери. Человек грустит о каких-то важных отношениях, о важном человеке. Для него этот человек был важный в жизни. Это женщина. Да, но она говорит, она на расстоянии. Я хочу с ней помириться. Ну, как-то много всего непонятного. Много что скрытого. Что для тебя скрытого? Что для тебя непонятного? Ну, во-первых, говорит, она уехала. Как-то вышла, то ли ушла из отношения. Да, она ушла от него. И говорит, она не показывает мне свои эмоции, свои чувства. Вот я не знаю, что она ко мне чувствует. Я не знаю, как к ней подойти. Я не знаю сейчас про нее ничего. Что она, как она. Ну, то есть, в том плане, что он не знает, любит ли она его еще или нет. Вот, и то, что говорит, то, что она вот ушла из этих отношений, она, конечно, его этим очень сильно задела. Прям его эго задела конкретно. Но он настроен отомстить, я могу сказать. Да, действительно, говорит, эта девушка ушла. Просто обрубила, отрезала, конкретно побрила меня. И ушла во своясь и в свое светлое будущее. Ушла по легкости строить свое будущее, строить свою жизнь. Но настроена, чтобы она хочет счастья в своей жизни, да? Она хочет счастья. Ну, смотрите, он как будто бы намерен бороться за эту тайную девушку. Намерен бороться за эту тайную девушку. Кто из вас тайная, смотрите сами. Но как-то ему страшно. Чувствует он какую-то неуверенность, скованность. Страхов очень много. Ну, человек вот такой, как потеряшка по жизни. Ну, опять говорит, да, что эта девушка ушла. Хотя, говорит, я и знаю, что она меня любила. Я знаю, что ей тоже тяжело. Но вот она ушла. И как-то она сейчас показывает свое безразличие. Но он вообще эту девушку видит счастливицей. Что она вот такая, знаете, как человек удачи. Что удача ее любит. Жизнь ее любит. Как будто, вы знаете, вот ей завидуют, этой девушке. Что вот все у нее получается. Все, что бы ни происходило в ее жизни, у нее все получается. Как будто бы он за ней по интернету следит. Очень расстраивается, опять же, из-за нее, что она ушла. Для нее это просто сердце. Для него это сердце просто разбивает. Так, а соперница? Как же ты поживаешь, соперница? А то все об этом мужчине много рассказывают. Соперница, как же ты поживаешь? Ну, соперница вот говорит об этом мужчине. Я хочу, чтобы он ко мне проявлял свою страсть. Потому что я знаю, какой он может быть страстным. Когда вот огонь в глазах горит. Пришел, увидел, победил. Ну и по сути, он такой и есть страстный. Активный такой вот, сексапильный. Женщинам он нравится. Но, говорит, он сейчас на меня злой. Он сейчас ко мне холодный. Как-то не проявляет свои эмоции. Не показывает свои эмоции. Холодный, абсолютно злой. Вот как-то вот он ее отталкивает, себя отталкивает. Говорит, вот я хочу, чтобы он поменял как-то ситуацию. Взял ситуацию в свои руки. Но он бездействует. Да, он бездействует. Что-то, как говорит, он выжидает. Вот он занял такую позицию, этот мужчина. Как будто бы вот что-то выжидает. Но я же говорю, потеряшка. Вы знаете, такой тип мужчин, когда он не решает проблемы. Он предпочитает занять такую позицию, когда опускает все на самотек. А там, гляди, само все как-то и решится. Как-то само все и рассосется, дай бог. Либо человек вот такой фаталист. Ну вот, я время дам этой ситуации. А там посмотрим. Вот как судьба, как судьба решит, так пусть и будет. Вот такой человек. Говорит, что эта девушка прямо... Вот соперница рассказывает, да? О вас, наверное. Что эта девушка прямо... Она над ним, я вижу, как власть какую-то имеет. Вот она его как-то охомутала, что ли. Что он такой, как ходит, сам не свой. Вот эта соперница ваша говорит о вас. Что она его над ним такую власть имеет. Но, говорит, она решила выйти из этих отношений. Она решила выйти из этих отношений. И что? Ну вот, как будто бы, да, она этим его заставляет страдать. И я вижу, говорит соперница, я вижу, что он страдает. Говорит, эта девушка, конечно... Ну, соперница рассказывает об этой девушке, что она, конечно, такая вот тоже сексуальная, притягательная. Ну, такая вот тоже. Знает, что она нравится мужчинам. И вот она говорит, что она над этим мужчиной. Ну, ее муж, наверное. Ее муж, либо просто они в отношениях находятся. Она над ним... То есть, короче, соперница рассказывает о другой девушке, что эта другая девушка... Я прям вижу, как она над ним власть имеет. Что он прям бедный не ест, не пьет. Вот только мечтает о ней, и все. Что я, говорит, никак не могу его растормашить, чтобы он опять как-то стал активник, и стал как-то действовать в мою сторону. Да, человек смотрит вообще в другие горизонты. В другие горизонты смотрит, но она боится. Боится, что он уйдет, да. Вот у вашей соперницы страхи на данный момент, что этот мужчина уйдет. Она очень сильно боится. Что он наконец-то вот решится уйти туда, к другой. Ну, или, наверное, к вам это. Соперница очень боится, что он наконец-то вот решится и уйдет. В свое светлое будущее. Да. Ну, она прям, конечно, в такой депрессивном тоже состоянии. Она, конечно, его любит, этого мужчину. Очень любит, хочет сохранить отношения. Либо отношения, либо это законный брак. Ну, то здесь вышла карта законного брака. Она, конечно, хочет сохранить. Потому что говорит, что я вот сразу вышла картой. Она заявила сразу, а что такое? Я главная женщина. Я жена. Я мать его детей. Мать его ребенка. Я главная. У нас есть чувство. Я его сильно люблю. У нас есть чувство. И она, конечно, за эти отношения очень сильно борется. Но у нее очень много страхов. Прямо депрессует эта соперница. Как-то, знаете, даже, возможно, по ночам украдкой плачет. Боится, что вот он уйдет. Потому что она видит его состояние. Что он сейчас вот такой. Ну, абсолютно даже не пытается скрыть. И что он расстроен. Как-то, знаете, жизнь не мила. Вот из-за той другой. Что та его другая бортанула, получается. И вот он сидит, печалится. Все, не трогайте меня. Что вы от меня все хотите. Мне плохо. Прямо не видит человек никакого несчастья. Никакого просвета. Даже, хотя, да, он понимает, что жена его любит. Ну, все у тебя для счастья есть. Семья, дом. Ну, человек...